Пастыри, чтобы не господствовали над наследием Божиим, значит, и они также должны в отношении членов церкви, верующих, также поступать, убеждать их, умолять их, наставлять их. Но во что все вот это к чему приводит? Или где тут следующее звено? Я думаю, вот здесь все упирается в желание. Хочет или не хочет человек? Согласен он добровольно или не согласен? Согласен я служить или не согласен? Я могу, если не согласен, меня не заставят, но я могу быть отверженным, как не согласный с волей Божьей. Бог может меня отвергнуть навеки, но вот в этом отношении все равно остается, хочу я или не хочу. И также дальше вот эти члены церкви, верующие, хотят они или не хотят. И чтобы не господствовать над ними, а все-таки вести их по правильному пути, мы должны их увлекать. Вот здесь влияние, фактически, вот эта вот борьба, убеждение, или все оно происходит в области желаний. Вот что такое вообще желание наше? Можем мы себе представить человека без желаний? Но ничего не хочет. Ну да. Вот нам представляется, приятный человек, вот он ничего не хочет. Можно так сказать, что вот этот брат, он очень любит, но он ничего не хочет. А? Вот он очень ревностный, но ничего не хочет. Он очень старательный, старается, сильно старается, но ничего не хочет. Ничего не делает, а суетятся. То есть, вот это вот так вот, если сказать, ревность, или любовь, или старание, или усердие, оно все практически сводится к желаниям, да? Потому что, если человек хочет, он будет стараться, он будет усердным человеком, чем больше его желание, чем сильнее его желание, тем больше оно будет проявляться в ревности, в старании, в усердии и в любви тоже. Ведь мы же говорим, вот, скажем, этот брат любит, ну и там что-нибудь скажем, что он любит. Ну, например, ездить на машине. Можно так сказать, он очень хочет ездить на машине. Практически, вот эти желания, они объединяют очень, ну, какой-то центр в нас есть, вот где эти желания. В этой области у нас практически проходит борьба между духом и плотью. Вот это происходит в области желания. Ведь и искушения, они адресованы желанием, желанием. Можно искушать человека, который ничего не хочет. Оно не прицепится нигде, нигде его зацепить нельзя. Если он ничего не хочет, он гладкий, обтекаемый, как булыжник, например. Можно его на крючок взять, булыжник. Да, нам некуда его зацепить. Вот поэтому и вот эти искушения, они тоже направлены к желаниям. Поэтому это просто... Почему, братья? Что наши желания, они играют большую роль в нашем... Вообще в жизни человека. И чтобы нас действительно, чтобы с нашей стороны было добровольное служение, то Бог имеет дело тоже с нашими желаниями. Он не заставляет нас, хотя он может это, имеет право на это и может где-то и прибегает к этому. Но мне кажется так, что Валаам, он уже находился в таком, что Бог заставлял его говорить то, что он хотел. Бог и предупреждает его. Будешь говорить то, что... А если бы он стал вопреки? Он сказал, не проклинаю, вдруг у него в мыслях появилось, да прокляну сейчас и все. Ну, я думаю, прервалась бы жизнь его тут же на месте, и Бог не дал бы проклясть народ свой. Это безусловно. Ну, это ладно, это в области, по как могло быть. Но я к чему вот это, братья, вот эти рассуждения по отношению к пастырскому служению? Братья, мы имеем дело с желаниями наших братьев и сестер. Если нам удастся, если мы как-то найдем подход, как-то вызвать в них желания, добрые желания, тогда мы поведем их. Ну, вот, например, Неме. Чем он... мы вот вчера говорили о нем. Что он сделал? Он вызвал желание, согласие у иудеев, будем строить. Это помимо их желаний было. Они не хотели, а Неме заставил их. Нет. Вот поэтому, я думаю, братья, для нас, вот как нам находить, находить ключ, или находить вот это, как влиять на желания братьев и сестер? Ведь мы их должны вести. Мы как-то должны вызвать в них, чтобы они участвовали в деле Господнем, чтобы они шли святым путем, чтобы они шли путем очищения, чтобы они возрастали в святости. И все это связано с желанием. Мы их исключать, эти желания не можем. Бог с ними считается, но мы уже вспоминали. Он хотел собрать детей Иерусалима, а они не захотели. Бог с желаниями человека считается. Мы не можем не считаться с их желаниями. Мы, эти желания, они стоят у нас на пути. Если мы сможем вызвать в них эти желания, если мы это осознаем и ищем подхода к ним, и если они захотят, то это будет очень надежно. Это будет добровольно, это будет надежно. Тут уже не надо будет, ну, как иногда говорят, из-под палки. Не из-под палки, а потому что они хотят. Вот это сильно. Ну, а как вот повлиять на эти желания? Чем можно повлиять на желания? Ну, может быть, нам сегодня останавливаться, подробно разбирать. Ну, просто я посоветую. Вот апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет, «Доброохотно дающего любит Бог». Вот проследить по восьмой и девятой главе, это второго послания к Коринфянам, как апостол Павел старается повлиять на желание коринфян, на желание в данном случае, чтобы они пожелали жертвовать. Ну, вот, например, братья сообщали, что усматривается, что в издательстве христианин есть серьезная нужда закупить бумагу на год, на это надо средства, их нету. Откуда можно их получить? Никого не заставишь. И нет практики у нас заставлять. И нет у нас вот так членских взносов. Но членские взносы, они бы считывают, хочешь, не хочешь. А у нас есть добровольные пожертвования или другие пожертвования. Добровольные пожертвования. Это значит, что? Они захотят и пожертвуют. А захотят, это значит, упираются в желание. Как нам вызвать эти желания? Ну, я просто уже сами дома можете проследить, посмотреть, какими приемами или как, какими словами, рассуждениями апостол Павел старается повлиять на желание коринфян, чтобы вызвать у них вот эту жертвенность. Можно проследить, как Неемия вызвал это желание, будем строить. Это именно упирается в желание. Есть обязанность. Это то же самое, что желание или нет? Можем мы исключить обязанность? Нет, невозможно исключить обязанности. Обязанность, они откуда истекают? Они истекают из владычества Божьего. Бог владычествует над всей вселенной, и невозможно, чтобы был порядок во вселенной, если не будет послушания предписанием Божьим. Бог предписывает, и обязанность, они оттуда берут свое начало. Бог обязывает. И если восстать против этих обязанностей, это значит восставать против Бога. И практически человек, он восстал против обязанностей. Практически человек был обязан соблюдать заповедь Божию. Не ешьте. Это была обязанность. И они должны были бы это соблюдать. Но они не соблюли вот эту обязанность. Почему? Они захотели. Ну, по теме сегодня. Они захотели. Захотели испытать. Захотели стать богами. Богами или как. Но фактически конфликт между обязанностями и желаниями. И это так происходит постоянно. И вот этот конфликт, он беспокоит братья. И не только нас, верующих, беспокоит. Это какой-то дискомфорт, это какое-то неудобство, когда я чувствую, что я должен. И в то же время у меня есть желание. И вот это желание и обязанности, они конфликтуют между собою. И это очень неприятно. И это для неверующих неприятно. Но верующие и неверующие, они идут разными путями. Неверующие, чтобы уладить вот этот конфликт, они стараются вычеркнуть обязанности. Почему я обязан? Почему я обязан сохранять верность одной жене, когда мы не любим друг друга, а это должно быть любовью, поэтому я нахожу себе другую. И стараются это оправдать, чтобы уладить вот этот конфликт, вычеркнуть обязанности и утвердить желание. Но это уводит, абсолютно уводит от Бога. А нас Бог ведет другим путем. Бог освобождает нас от неверных желаний, от тех желаний, которые противоречат обязанностям. А обязанности Бог не меняет. А желание он меняет. Он приводит в соответствие, чтобы наши желания остались только те, которые соответствуют нашим обязанностям. И этот конфликт устраняется, но за счет того, что внедряются добрые желания. Ну, это, если кто читал книгу, вот это «Наше богатство во Христе», по-моему, и там я пишу об этом. Это маленькое напоминание, но вот это и в нашем пастырском служении мы имеем дело с душами. И наша работа, наше влияние, вот должно иметь вот это направление, не вычеркивать, не умолять те обязанности, которые исходят от Бога, от Его владычества. Бог не меняет, Он требует. Будьте святы, потому что я свят. Это обязанность. Это обязанность, и мы эту обязанность, не взирая на то, что Бог дает нам свободную волю, но эту обязанность, она не перечеркивается. Свободно есть только избрать, согласиться с этим или не согласиться. А как я уже что изберу, от этого будет участь моя вечности. Ну, и здесь, на этой земле уже. Остается вот эта обязанность. И поэтому, вот, братья, если бы мы вот так собрали, ну, только Донецкое объединение маловато, все братство, ну, может быть, даже больше, всех христиан мира собрать бы и вынести решение, что практически уж такое строгое отношение, чтобы всем быть святыми, необязательно. Единодушно бы за это проголосовали. Поменяло бы это что-нибудь в позиции Бога. Ну, как? Все христианство проголосовало. Ну, да, вот... Если мы человеческие, легче пустоты. Ну, да. Вот так и... Вот наши местные... Ну, вот, иногда я так объясняю. Вы не поймите, я вот то, что говорю, ну, какой-нибудь душе, это... Ну, вот... Ну, представьте себе. Ну, я сказал бы, ладно. Ну, я первый попавший возьму. Ну, ладно, я бы сказал, что... Ну, ладно, раз вам так хочется оголять свои ноги разрезами, ну, ладно, я согласен, делайте. Меняет ли это позицию Бога к этому вопросу? Если я разрешу. Давайте мы поймем... Ну, вот так беседовать. Знаете, вот мы не только... Нет, братья не велят, и я не согласен. Ни в коем случае, чтобы разрезов не было. Да, это правильная позиция. Но доводить, чтобы, если только возможно, если душа чувствительна, вызвать, утвердить вот это желание. Да, я хочу быть угодный Господу, Он хочет святости с моей стороны, и я хочу быть святым. Но давайте помолимся, что у меня плохо получается, вот у меня действительно в желаниях это борьба, и это хочется, и это хочется, и чтобы победить. Вот повлиять на желание. Вот если здесь мы приобретаем, тогда это надежно. И поэтому в нашем пастырском служении мы не можем удовлетворяться только запретами. Но здесь надо пояснить, братья, я не говорю, что нельзя запрещать. Ну, как мы уже говорили, мы не можем согласиться, что, ну, например, крестить того, который еще не достиг такого состояния, что можно действительно принять в церковь. Нельзя этого делать. Но, если даже мы добьемся в церкви, установим, именно вот это допустимо, вот это недопустимо, и все будут слушаться, слушаться и идти стонать. Какие у нас строгие правила в церкви? Будем мы удовлетворены? Правила есть, и все их соблюдают, попробуют, пусть кто-нибудь нарушит, накажем. Удовлетворяет нас такое? Нет. А что мы хотим? Чтобы это было не только обязанность, чтобы это не было предписанием только. Если даже слушаются, мы заинтересованы в том, чтобы идти дальше и внутри утвердить, чтобы они и хотели. Вот как хорошо, когда вот это приходит в согласие, тогда устраняется конфликт внутри. Мне скажут, ты ни в коем случае не должен разводиться с женой своей. Правильно? Правильно. А я отвечаю на это. Слава Богу! У меня и на мыслях нет. Я не мыслю себя, чтобы вдруг оставить подругу свою, которую я люблю. Эта обязанность, она вполне соответствует моим желаниям. Есть какой-нибудь конфликт? Никакого конфликта? Вот к этому мы призваны в своем пастырском служении, братья, не только общее настроение церкви, но чтобы вот каждая душа вот приходила вот в такое сочетание, чтобы хотели, хотели. Это, конечно, труднее, чем установить правила в церкви и требовать, чтобы их соблюдали и стоять строго на страже, чтобы нигде их не нарушали. Это где-то надо, но истинная победа и духовный труд, вот она, вот этот духовный труд имеет своей целью достигать большего, вот внутренне в духе приводить в сочетание. Вот это, это входит в наше пастырское служение. И это нелегко, и я скажу, Богу это невозможно. Нам, человекам, это невозможно. Если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться. А Христос говорит, человекам это невозможно, а Богу все возможно. Мы обязательно, если мы духовно подходим и стараемся вести служение духовно, то, братья, мы не один раз, а много раз будем приходить к этому убеждению, что мы не можем, а Бог может. Это будет нас приводить к Богу, что мы вполне, в нашем служении, мы полностью зависимы от Него, и только когда мы предоставляем простору Духу Святому действовать, и если не мы прибегаем к помощи Духа Святого, а когда Дух Святой может нас употребить в деле своем, вот тогда будет достигаться победа вот в этой области. И это приводит нас к той свободе, свободе, которая во Христе. Вот к этой свободе подводит нас Сын. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Вот это вот то духовное служение, которому мы как пастыри призваны. И мы должны стремиться к этому и находить удовлетворение в этом. Брат хотел что-то сказать? И оставить только те, которые сочетаются с обязанными. всегда. Вот в этом и в этом радостное христианство, братья. Ведь практически христианство, учение Иисуса Христа и дело Духа Святого в нас это радостное. Это ведет к радости. И Слово Божие во многих местах говорит об этой христианской радости. А если где ее так мало, это значит, мы просто не достигаем вот этого радостного состояния, вот этой радостной свободы, вот это сочетание, что нам нравится то, что нравится Богу. Мы хотим то, что хочет Бог. И тогда у нас действительно радость. И Дух Святой помогает нам и в нашем служении. Пожалуйста, если в этом направлении есть какое-то... то, что не говорит о том, пожелом в среднем, когда он говорит, что его личная вера и его еще не вера. И на этом время в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как он ее открывает, когда он отчитывается перед отцом своим, 17 глава Евангелия от Иоанна, где он говорит, что он достиг или сделал среди учеников. Думаю, что здесь открывается его пастырское именно служение над учениками. Ну, да даст он жизнь вечную. Ну, как мы можем дать жизнь? Мы уже разбирали, когда Христос говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Вот 17 глава, 6 стих и 26 стих. Здесь он говорит, ну, дважды, значит, в этой молитве он упоминает об этом. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». «Я открыл имя Твое» в 26 стих. «И я открыл им имя Твое и открою. Та любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Имя Божие, оно содержит в себе сущность Божия. Ну, как сказать, если можно, говоря о Боге, всегда, конечно, думаешь, а можно так выражаться или нельзя? Вот сущность Бога, лишь то Бог из Себя представляет. Его сущность, Его естество, оно передается нам через те имена, которыми Бог сам Себе называет. «Я открыл им имя Твое, Он открыл сущность». Вот, братья, Он ученикам дал понятие о Боге, об истинном Боге. Он открыл им Бога и через учение, и через личную жизнь. «Видевши меня, видел Отца моего». Он через свое поведение, жизнь, действие, Он открыл Бога ученикам. Вот это, братья, и в нашем пастырском служении, мы должны вот это включать, открывать братьям нашим и сестрам сущность Божию, открывать Бога, чтобы они более и более были знакомы с Богом. Это и в проповеди, и в личной беседе, и в нашем поведении, оно должно нести с собой вот такое действие – открыть Бога. Восьмой стих. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и разумели истину, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Христос получал Слово от Отца и передавал их ученикам». 14 стих тоже говорит, «Я передал им Слово Твоё». Тут слова, а там Слово, и они приняли. Передавать Слово – это тоже серьезно. Надо получать эти Слова от Бога и передавать. Это наше служение во всем. Получать от Бога и передавать братьям нашим и сестрам. Ну, в данном случае Слово. Но у нас должно быть и переживание, и забота о том, чтобы не только Слово было передано, чтобы оно было принято. Ведь конечный результат положительный только тогда, когда Слово принято. «Ну, я тебе сказал, а теперь как хочешь». Правильно? Да, сказать надо, но это не все. Надо найти, как это, вот как апостол Павел говорит, «Я хотел бы быть сейчас среди вас, я хотел бы изменить голос мой». Как он? То есть, искать, как это довести, чтобы оно было принято. Вот это переживание должно быть у нас и старание в этом направлении, искание, как проповедь сказать. Не только так, что вот мы заняты, 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 а заняты все. Я занят тоже. Но все равно вот это вот размышление, искание, как получить Слово и как его передать так, чтобы оно было воспринято, чтобы оно было принято к исполнению. Вот это Христос говорит, что Он так потрудился над учениками, и Он это достиг. И вот еще, девятый стих, «Я о них молю, не о всем мире молю, но и о тех, которых Ты дал Мне». Молю, Он молится. И потом, пятнадцатый стих, «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил от зла». Потом, двадцатый стих, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Он молится. Потом, Он Петру говорит, «Но я молился о Тебе, чтобы не оскудела вера Твоя». «Я молился». Братья, это тоже входит в служение пасторя. Вот тот брат согрешает. Ну, кто-то сказал на совете. Какая реакция первым долгом? Надо с ним побеседовать. Правильно? Правильно. Побеседовать надо? Надо. А помолиться надо? Ну, конечно, конечно, помолиться тоже надо. Вот вы чувствуете? Иногда у нас такое, как бы, оправдывающее положение. Ну, конечно, без молитвы ничего нельзя делать. Надо помолиться. Но вот что, чем больше можно повлиять беседой или молитвой? Значит, не исключать ни то, ни другое, но не умолять значение молитвы в данном случае. Даже Христос, который, конечно, лучше всякого из нас мог бы побеседовать с Петром, но он не усмотрел, что только беседа и достаточно. Но я молился за Тебя. Вот, пожалуйста. Ну, правильно. Но это одно, это правильно, но и правильно напомнить Слово Божие. Видишь, брата твоего согрешающего, грехом не к смерти, молись. Пусть тот молит. Да, пожалуйста. Слово Божие, золотоусты, скажите, посмотри, какие у него золотые веста. Будьте подобны пчелкам, которые летают по цветам и собирают прекрасный втар, но подавляющий жухам, которые вечно родятся в навозе и во рту свою множат только навоз. Пожалуйста. Ну, вот я думаю, правильно вот Евгений Никитирович сказал, что он говорит, а ты обличил его или нет? Ты беседовал с ним или нет? Особенно трудно бывает, братья, вот когда подходит, говорит, вот только то-то, то-то, но только вы не говорите, что я сказал. Ну, хорошо. А как, что я должен делать? Оставить этот вопрос закрытым? Не, ну, ты же служитель, ты как-то должен это сказать. На каком основании? Подхожу. А тебе кто сказал? А? А? Домашних хвоинок. Домашних хвоинок. А, ну да. Поэтому вот это надо убеждать, что вот такие подходы не были, а обличали, да, может быть, действительно. Надо сказать пресс-фитеру, вот если какой-то серьёзный там происходит нарушение, конечно, пресс-фитеру надо участвовать, но чтобы это не имело вот такого, ну, доноса или... А совместное переживание, брат, вот такое есть, как вот это искоренить, вот как? Ну, давай с тобой вместе пойдём. О, не-не-не-не, это значит... Давай вместе пойдём, ты же видел, значит, ты сразу будешь свидетелем. Он... Поэтому здесь надо находить, конечно, вот есть и неприятно иногда вот такое разбирательствами заниматься вот этими, а потом выяснять, да нет, не так было, а так было, потом выяснять, и это... Неприятно это. Ну, всё равно оставить без внимания нельзя. Оставить без внимания нельзя. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. А мы можем, имеем право спрашивать, а кто тебе сказал, откуда ты это взял? Имеем право. Значит, тогда надо идти к этому первоисточнику. Кто видел, кто слышал. И там уже тогда это... И может быть, даже и спросить. Ты слышал на самом деле, видел на самом деле, да, было? Ну и что ты делал с этим? Ну да, он не скрывает. Да есть и не конкретный информатор. Есть верный слух, что у вас появилось в благодиении. Он не называет источник. Но, говорит, это верный слух. Обличение? Обличение? Ну, может быть, но Слово Божие говорит, вы духовные, исправляйте таковых. Значит, обличать не отмечается, как особый дар. А в Ветхом Завете, книге Левит, 19 глава, там так написано, не враждуй против брата твоего, а иди обличи. Дар есть, нет дара, нету, это не имеет значения. А иди обличи, освободись, иначе будет вражда против брата. Открыть дар обличения. А? Ого не существует. Ну да. Может быть и такое положение. Надо смотреть. Тут просто, как вести борьбу вот к этому, к этой болезни, которая нередко бывает в болезни, и разъедает все взаимоотношения в церкви, когда вот начинается вот такое вот друг на друга наговаривание, распространение. Ну, да, действительно, грех есть. А ты кому-то сказал уже? Ну, тому сказал, ну, тому сказал. А с какой целью? Зачем ты им сказал? Ну, это же факт. Ну, факт. Ну, да, Христос же не говорит, что если факт, значит, можно его всем рассказывать, этот факт. Надо не размазывать это действительно, вот как жук навоз носит, а надо к лечению, надо к исправлению. Поэтому здесь иногда так бывает, ну, например, перед всеми брат проявил себя, скажем, дерзко поступил, может быть, даже на членском собрании. И, ну, скажем, пресс-фитера не было, на следующем членском собрании он поднимает этот вопрос. Ты не по Евангелию, ты должен был сначала со мной побеседовать, а потом, значит, меня обличить, а потом на членском собрании. Ну, побеседовать, может быть, и надо наедине, чтобы удобнее было убедить его, чтобы он сам исправился. Но если и не было возможности, это когда никто не знает, то надо такую соблюдать. Сначала с ним наедине, а если это был грех перед всеми, то перед всеми и обличить его надо, чтобы прочий страх имели действительно. Поэтому здесь иногда вот такое идет нежелание, чувствуется явно, нет заботы об очищении, а есть забота вот в этой шахматной игре выиграть. А это не должно быть у нас. Ну, я говорю шахмат. Это, знаете, как фигуру переставлять, чтобы вот находить вот эти доводы, чтобы так у нас не было. Время. Ну, молиться всегда можно и нужно за всех молиться. Если такие переживания есть, отлучили. Можно за него молиться или нет? Можно, конечно. Если мы хотим, чтобы он вернулся, чтобы он увидел, пришел сокрушение, значит, и за него. То есть, нет такого, чтобы не молиться. Может, единственное, вот есть, не молиться там, если кто... Если уже он умрет. А? Если уже он умрет. Ну да. Согрешил грехом к смерти. Да, да. Но там, если грехом... Если согрешил грехом не к смерти, то... Не таком молиться, да. Ну да. Ну, время наше вышло, братья. Вот, можно перерыв подумать. Можно ли рядовую обличать Репитера, а если может, то так. Угу. Угу. Давайте мы склонимся, помолимся. Продолжение следует...